Всем привет! Сегодня у нас с вами пересадка. Смотрите, орхидея листьев мало имеет, а корней, я вам сейчас покажу, корни, вот они метровые длиной, и сейчас орхидея находится в периоде вегетации, раскукленные корни, растущий листочек центральный, и она только-только отцвела. Итак, цветение этой орхидейки я вам вставлю. Вы посмотрите, как она цветёт. Это очень красивый гибрид, полученный путём скрещения двух очень редких и вожделенных для нас с вами сортов. Это орхидея Sogo Relax на Вуду. Она, когда цветёт, ой, это вырвиглась. Вы знаете, красоты цветка этой орхидеи, ну, наверное, не встретить. Это очень красиво. Цветёт она в свою силу, в силу той возможности, которую она имеет. Давно надо было пересадить, она у меня не присаживалась два года после того, как она попала ко мне в руки. Почему? Состояние было неоднозначное. Когда я купила эту орхидею, я купила её на выставке в Санкт-Петербурге, на выставке орхидей. И тургор листьев этой орхидеи просто были, знаете, уши спинеля. Потеря тургора листьев 90%. Просто 90%. Они были тряпочками болтающимися. И тогда мы вместе с вами, прямо в гостинице, я показывала, что я делаю. Я положила горизонтальную эту орхидею, устелила ровненько её потерявшие тургор листочки, поместила их в пакет и опрыскала. Всё. И вот так она у меня добралась домой. Когда мы приехали домой, через три дня мы увидели с вами вместе, что тургор листьев-то стал восстанавливаться. То есть, постепенно орхидейка стала восполнять потери тургор листьев. Листьев-то перестали становиться вялыми. И одновременно я сделала аккуратное отпаивание корневой системы. Потихоньку, по чуть-чуть, грамм по 30. Вот так вот увлажняю корни. Каждый день я дала постепенное восполнение корневой системы водой. Всё. Я достаю орхидею. Листьев мало. Вы знаете, я вот смотрю, у неё какая-то странная динамика. Так, что мы тут приклеились? Орхидейку я поливала некоторое время назад. И грунт у неё влажный. Листики как-то очень странно показывают себя. Орхидея больше трёх листов никогда на себе не имела. И то сейчас я убрала. Даже не сейчас, а где-то пару месяцев назад я укоротила листик, потому что он стал желтеть. Вот так, как сейчас вы видите вот этот. Знаете, у меня подозрение совсем не на грибковую форму вот этого всего происходящего. А как бы, не дай бог, вирус какой не был. Как-то вот странно. Цветёт она постоянно. Она может цвести 3-4 раза в год. Долго держит она цветочки. Месяца 2,5-3 раза точно она цветы держит на своих цветоносах. Постоянно доращивает кончик. Бывает, что и по полгоду цветочки на ней находятся. Уже отцветать начинают. Ну, так, что у нас тут? Видите, что делается? Вот он оттуда вылез, сюда пролез. И вот он такой длинный-длинный. Так, сейчас я его распутаю. О, видали такое? Вылез. Отрастил, наверное, сантиметров 70-80. И вот его кончик. Нормально. Я пытаюсь достать её. Листики вот странно себя ведут. Я не знаю. Я попробую, конечно, пересадкой повлиять на состояние растения, листьев. Корни-то хорошие. Так, придётся резать. Не снимается она. Вы видите, сколько тут корней. Кстати, вот такие проявления может быть... Вот проявления на листьях именно. Может быть, кстати, и такие проявления на листиках могут быть из-за засоленности. Повышенной засоленности мха. А почему, скажете, сейчас меня отругаете и скажете, «Ирена, что ж вы её не пересаживали? Что вам мешало?» А вот именно то, что она всё время цветёт. Такого никогда не было, чтобы эта орхидея стояла без цветов. Вот сейчас она только без цветов. Цветонос укоротила буквально дней пять назад. Ждала раскукливания корневой системы. И вот сейчас я буду её пересаживать. Видите, какие корни классные. И что вот этой орхидеи мешает развивать наземную часть хорошо? Что-то мешает. Будем пытаться на это влиять. Мох старый. И я сегодня в посадку буду полностью менять грунт. Убираю всё. Он уже, смотрите, потерял свою структуру. Органические процессы его коснулись. Он уже вот такой рыхлый и разлагаемый уже. И временем, и микрофлорой посадки, микроорганизмы его стали перерабатывать. Ну и, конечно, такой мох засоленным считается очень. Мох, как влагоёмкий компонент, конечно, концентрирует на себе в том числе и соли, и из поливочной воды. Телефон мой, мой, меня перебивает. Тоже хочет поговорить с вами. Всё, я снимаю мох. Показываю вам промежуточный результат. Всё хорошо. Я вот прям смотрю. Так, корешочек оторвался. Ну, корней-то много. В принципе, по корням вообще никаких вопросов. Даже в грунте корни очень хорошие, беспроблемные. Ну, вот единственное, что здесь я укорочу, это вот этот маленький сухарик убираю. Бывшие старенькие корешочки, которые были у орхидеи на уровне, наверное, маленького подростка, маленькой детки. Смотрите, какой ствол длинненький. Ого-го! Так, знаете что? Иногда, знаете, бывает оправдано, что сделать. Сейчас я вам покажу. Видите, я собрала корни в кочечку. Те, которые находятся в нижнем уровне ствола. Сейчас можно сделать следующее. Укоротить стволик сантиметра на полтора. Для того, чтобы мне не заглублять растение в грунт именно стволиком. Вот этой частью. Поэтому, что возможно сделать в этой ситуации. Вот в этих корнях, при их удалении, орхидейка, ну, как таковая, уже не нуждается. Смотрите, вот маленькая щепотка корней. Я сейчас их укорочу. Давайте, наверное, вот так. По этот уровень. Да, смотрите. Вот, что я убрала. Это хорошие корни. Желтые корни. Выглядят именно так, потому что они находились вне света. Они находились в полной темноте, в грунте. Но они рабочие. Они подпитывали орхидейку. Смотрите. Но они не раскукленные. И можно сказать, что эти корни, как бы, ну, находились на растении. И находились. Основную, конечно, нагрузку несли корни вот эти. Все классные. Верхние уже хорошие корешочки. Воздушную сейчас я заправлю. И вот это количество воздушных длинных метровых плетей, конечно же, в 50 раз будет полезнее, нежели нахождение вот этого пучка внизу ствола. Вот, смотрите. Я укоротила стволик. Место среза ствола. Вот оно. Чистейшее. Все. Сюда зеленку. Для того, чтобы образовалась плотная сухая мембрана, которая будет препятствовать проникновению каких-либо неприятных бактерий и спор в стволик. Вот так. Пройдусь вот здесь, с боковой стороны стволика растения. Здесь за счет зеленки все быстренько и хорошо высохнет. Далее я убираю островки подсушенного веламена. Вот здесь вот он находится на поверхности. Там, где мох был сильно засолен. И это результат воздействия солей на веламен. И поэтому он частично островками подсох. Я просто эти островки снимаю. Дальше, вот смотрите, зеленый классный корень. Вот он сюда уходит. Места съема веламена, вот здесь, там, где он начинается хорошим, я просто закрываю зеленочкой. Я так постоянно делаю и показываю это вам всегда. Если боитесь применять зеленую, возьмите эти места, капельку перекиси водорода поставьте. Мироместинчик, что-нибудь, антисептик какой-нибудь сюда на место среза дайте. Так, фитоловинчиком можно место среза прикрыть. Клодор хидеев, сиреневый таз. Видите, вот корни очень-очень длинные. Корней воздушных много. Естественно, они намного больше, чем ее грунтовые корни. Поэтому мне нужно сейчас их увлажнить, для того, чтобы щадящие потом и аккуратно разместить в посадочку. Вот так. Чистая вода. Я их увлажняю. Увлажняю хорошо. Оставляю минимум на 15 минут. За это время они увлажнятся и станут эластичными. Они станут более дружественными для меня. И минимально... И легко зайдут в посадку. Посадка у меня идет. Вот кора разная. И галтованная, и краеугольная, дикая. И ту, которую мне прислала Яна. Вместе с опадом. Вот видите, я ее пропрыскала. Опад у меня там добавлен. Я сейчас перемешиваю. Для того, чтобы опад прилип к коре. Будет такая очень правильная миксовка. Уже созданная. Вот, видите, сразу опад прям прилипает к коре. Вот так. Дальше. 1,6 литра горшок. Автополив. Фигурный вырез горшка. Дна я проложила крупную кору, негалтованную. Вот такая. Фигурный вырез. Он повторяет... Опускается в тарелку. Вот так. Здесь не повторяет, а скорее опускается в тарелку. И у меня кокосовое волокно. Обязательно в нижний уровень, как слой аэрации для корневой системы. Ой, ещё забыла. И триферн. Увлажнила. Всё. Больше ничего брать не буду. Пока я тут всё подготавливала, орхидея созрела. Видите, какие у неё зелёные корни стали воздушные. На дно ещё кусочки коры, покрупнее выбираю. На кору увлажнённое кокосовое волокно. Вот заплетаю, чтобы она прям дала мне много воздушных карманов. И туда. Теперь разравниваю. О, смотрите, какая перина. Опс, видите? Такс, теперь осталось, наверное, самое сложное. Разместить вот эту вот воздушную. Я не знаю, как вам. Но в видеокамер вы уже поняли, да, что это нереально длинная воздушная корневая. Что я буду делать? Есть два варианта. Иногда я беру вокруг вот этого грунтового корневого кома. Я оборачиваю несколько раз длинную воздушную корневую. Это возможно сейчас делать, потому что она увлажнена. А иногда я делаю следующее. Наверное, сегодня сделаю вот такое. Вот так, постепенно делаю спиральку из корней. Ну, кручу растения вот так вот. Кручу, 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 кручу. И они как бы вот так вот вкручиваются. Постепенненько. Так. Закладываем. Видите, вот оно постепенно. Она прям уже практически здесь. Ничего не трещит, ничего не ломается. А если что-то и поломается, протрещит, высохнет. Потому что поливать я пока не собираюсь. Орхидею. Продолжаю вкручивать. Если что-то мне не нравится, расправляю корни, заново запускаю. В принципе, это всё легко читается. Какой корень, куда лучше поместить, это вы по натяжению корня поймёте. Где он, куда, в какую сторону он свободно вращается, туда его и направляйте. Так, вот этот, например, у меня хочет чуть-чуть расплестись. Так, о, видите? И вот так он ложится. Вот. Всё, заходит. Какие-то тут кончики подсушенные. Вот это, кстати, можно убрать. Не нужно. Так. Ну, наверное, у этой орхидеи я всю сейчас корневую, воздушную сразу, наверное, размещу. Понаплела, видите, в 10 этих, вверх-вниз, вверх-вниз. Вот барышня, да, великая. Вот этот сюда хочет. О, видите? И вот так постепенненько туда, без всяких там вдавливаний корневой системы. Зачем? Она сейчас нас послушается. Видите? Уже практически она в домике. Уже корневой ком, даже грунтовый уже зашли. И теперь я сейчас буду ровнять. Горшочек, кстати, смотрите, по размеру горшок какой хороший. Вот здесь корни не заполнили, естественно, объём. За счёт того, что там грунт, кокосовое волокно, много воздуха. А орхидея находится, получается, в 2 трети горшка с верхнего уровня. Вообще отлично. Видите, она уже практически в домике. Так, вот, посмотрите. Видите? Уровень стволика, уровень поверхности горшка. Далее, вот эти 2 воздушных корни я пока оставила. Потому что я сейчас добавлю грунт, а потом, начиная со среднего уровня заполнения горшочка грунтом, уже в плиту вот эти воздушные корни. Я иногда так делаю, чтобы мне попроще было устелить грунт в посадку. Но, в принципе, смотрите, сколько отверстий, сколько ниш. Туда сейчас кора просто влетит. Я думаю, что всё будет хорошо. Всё, я начинаю добавлять сюда кору. Вместе с опадом. Каждый раз протряхивая горшочек. Смотрите, какая кора. Видите? Просто обалденная. Конечно, чем качественнее кора, тем лучше и быстрее, и проще орхидея зайдёт в посадку. И не будет никаких проблем. Иногда для того, чтобы кора... Вот когда много воздушных корней, сложно между корнями и стенками горшка завести кору. Иногда я делаю вот так. Заполняю объём здесь, в середине. А потом начинаю простукивать. Только не по корню. Простукивать вот так. Чтобы кора сместилась, например, к той стеночке. Ага, я вижу, она сместилась. Вот теперь в эту сторону, откуда она сместилась, я добавляю опять кору. Ой, какие кусочки! Самые крупные, в середину, под основание орхидеи. Вот так. И опять протряхиваю. Кора, посмотрите, как она заходит обалденно туда, видите? Вот вообще классно! Так, что у меня? Заполнился горшок, чуть-чуть осталось. И потом я в плиту оставшихся два воздушных корня. Вот они. В какую сторону? В эту сторону. Нет, стоп! Подождите! Я про триферн совсем забыла. Вот я увлекающийся человек. Всё. Так, равняем её. Триферн в уровне коры, процентов 10, в разный слой. Видите, есть пучки триферны. Я стараюсь их поломать. Сорная, конечно, такая добавка. Но как она работает? Особенно в этих горшках. В горшках с автополивом. Вот эти капиллярные свойства триферна. Когда триферн заполняет пустоты, пространство между коринами, он быстро протекаемую воду берёт на себя. А потом эту воду отдаёт коре. То есть получается вот такое равномерное увлажнение всей посадки. Как именно работает система автополива? Посадите в одну кору, потом замучаетесь эту кору влагоёмкой делать. Ещё и корни потеряете у растений. Поэтому в автополив, акцентируя ваше внимание, нужно какое-то количество влагоёмких компонентов обязательно добавить. Иначе потом не будете знать, что делать с этой посадкой. Нету триферна, возьмите мох. Я вам уже рассказывала. Я вам покажу, как у меня мастер-пис вошёл в посадку горшка Каппадокии. О, это вообще просто вкуснейшая история. Под основание под стволик. Самые рыжие, самые невлагоёмкие куски коры. Видите, как она зашла отлично. Большего объёма для именно вот такого количества корней орхидеи я не предлагаю. Мне нужно, чтобы она как росла, так и цвела. В больших посадках я вам уже рассказывала. О, и знаю, о чём рассказываю уж. За 14 лет уж научилась определять, что и как, и почему. В больших посадках можно и корни потерять, не понимая, как в большом объёме грунта полить растения. С маленькой корневой, например. Смотрите, кора с опадом. Корни, всё, вот они, все тут у меня, все под присмотром. Чуть-чуть она у меня в бок в этот сместилась. Дай бог с ней. Вот, вот эти рыжие кусочки, прям вот туда, под основание. Много коры у стволика не нужно укладывать. Этого не требуется. Здесь, как бы такая, знаете, фиксация орхидеи. Вот здесь, около стволика. Всё, чтобы она никуда там не убегала и не бегала. А вот этот вот торчок у меня, всё выторчевывается. Я уже его и корой, я уже чем только его там не приткнула. Всё равно вылазит на верх. Привык наверху жить. Нет уж, милый мой, будешь жить там, где надо. Ой, сейчас скажете, Ирина, ну вы чокнутая. Да, с растениями, с корнями разговариваете, да. Это так. Ну, видите как. Вывела корову в нужный уровень. И теперь, что мы делаем? Добавляем торф увлажнённый. Ну, чуть-чуть. Потому что, когда он сухой, он такой, колючеватый. Я как-то при пересадке мастер-писа сказала, что, по моим наблюдениям, триферн реально щекочет корни орхидеи. Мне написали, Ирин. Вы, как сказали, пол-видео хохотала. Ну, а что? Ну, это вот как бы по моим ощущениям реально щекочет. Потому что он такой, колючеватый немножко. Когда он сухой. Втрясти. Ох! Получается-то какая красота. Сверху опадика ещё чуть-чуть. Втрясём. Ох, какая она воздушная. Гляньте, там всё прям так ходуном ходит. Вы знаете, чем вы воздушнее? Посадите растения. Тем меньше, потом проблем у вас с ним возникнет. Корневая система должна находиться в таком нежно увлажнённом грунте и воздухе в посадке. Вот, что мы добиваемся вот такими рыхленькими посадочками. Классненькими. Не так, чтобы там дырки были, которые создают, например, крупные куски коры. Нет, там должно быть всё на уровне золотой середины. Вот, смотрите, как я всё уложила вкусненько. Ну и давайте посмотрим, что у меня получилось. Вот, на поверхности. Кара с опадом, триферн. В грунте. Вот так корешочки лежат. Призматические стенки горшка моего любимого. Аэрация нижнего слоя за счёт кокосового волокна. Посмотрите, сколько там воздушных карманов, сколько там воздуха. Но поднятие поливочной воды будет проходить за счёт коры, которая в пазах лежит. Она поднимет воду коре, которая лежит на дне. Потом увлажнится кокосовое волокно. Там сквозь кокосовое волокно и триферн упал уж точно, не переживайте. И опад там находится. Всего достаточно во всём объёме горшочка. Первый полив этой орхидеи будет проходить через сутки. Метод полива. Погружение горшочка в воду буквально на минутку. Вот так опустили, минутку подержали, достали всю воду из поддона. тоже вылили. Почему? Потому что много воздушных корней. И эти корни нужно приучить и научить работать в грунте. Всё. Вот такой полив. Второй по мере просыхания и корней, и посадки. За время нахождения поливочной воды при первом поливе около триферна. Триферна увлажнится быстро, кора не увлажнится за минуту. И потом вот этот баланс среднего увлажнения всего объёма посадки будет проходить за счёт того, что триферн будет отдавать воду, которую он взял на себя, невлагоёмкой коре. Всё. Вот таким образом я поливаю растения, пересаженные с большим количеством воздушных корней у орхидеи. Всё. И корни при этом никогда, слава богу, от слова совсем не теряются. Всё. Видео закончено. Желаю вам здоровья, благополучия. Ну, красиво, что сказать. Всего вам самого-самого наилучшего. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok